Время подводить итоги уходящего года. Каким он был для вашего комплекса? Есть какие-то ключевые, знаковые события, которые определяют развитие и дают перспективу на будущее? Я думаю, конечно. Я всегда говорил о том, что мы развиваемся. То есть невозможно остановиться в этом развитии. Остановка – это всегда падение вниз, безусловно. Поэтому делали что-то каждый год новое, и будем делать обязательно. Были новые проекты и в этом году, и будут в будущем. Эти заделы уже понятны сегодня. Мы развиваемся. То есть какие-то знаковые события. Не знаю, если из больших событий, то это бесспорно открытие филиала в городе Шадринске, в Курганской области. Это было знаковое событие, я думаю. Потому что это проекты, которые реализуются не сразу. На это уходит время. Результаты измеряются цифрами. Мы помним миллионную операцию, но сейчас их гораздо больше. Ну да. Миллионную операцию мы как раз провели в год нашего 30-летия. Это был 2018 год. Это был, по-моему, осень. Да. То есть осенью, в сентябре 2018 года мы перешагнули рубеж миллиона прооперированных пациентов у нас здесь, в Екатеринбурге. И перешагнули рубеж 5-миллионных обследований. То есть пациенты, не все ведь у нас оперируются. Кто-то приходит, обследуется и уходит. То есть вот больше 5-ти миллионов жителей Свердловской области, Уральского округа. И не только прошли через наш центр вот за эти годы. Ну, это бесспорно большая цифра. Я уже, в общем, говорил об этом. Я думаю, что, наверное, каждая семья Свердловской области так или иначе имела с нами дело. То есть кому-то мы обязательно помогли. Вы расширяете географию. И миссия такая, что это должно быть рядом с домом. Такая задача, такая стратегия. Если вы говорите о развитии нашей сети филиалов, то это так и есть. Потому что вот эти наши филиалы, представительства, которые мы создаем в небольших городах, они приближают эту высококвалифицированную офтальмологическую помощь непосредственно к месту проживания. И, безусловно, это дает эффект, конечно. Потому что даже если это небольшой город, ну вот я могу там для сравнения назвать, например, был совместный проект с УГМК-холдингом у нас в небольших городах, такие как Кировоград и Красноуральск. Очень небольшие города. Но когда мы открыли там наше представительство и они начали работу, то за буквально там первые две недели работы выстроилась очередь там на шесть месяцев вперед. Вопрос, где эти пациенты были? Они в поликлинику ходили или там куда-чего, да никуда никто не ходил? Потому что не было помощи такого уровня. Наконец они увидели, что это вот в соседнем тут буквально переулке. И ну чего не сходить, раз это вот прямо вот здесь. И это повторяется везде. То есть на сегодняшний день, я думаю, мы реальные потребности в медицинской помощи в нашей стране просто не знаем. Очень много пациентов, которые никуда не обращаются и никуда не идут. И только вот такие проекты, они вот позволяют выявить это. Те филиалы, которые вы открываете в регионе, они соответствуют тем требованиям, которые здесь у нас в Екатеринбурге? Ну разумеется, то есть здесь еще все очень хорошо выстроена, вот эта вот сеть, потому что это наши штатные сотрудники, они работают по нашим технологиям, они у нас учатся. Причем образование непрерывное. То есть они циркулируют, специалисты по нашим основным базам получают в течение года дополнительные знания, аттестуются, тестируются каждый год абсолютно. То есть не раз там в пять лет или в шесть, а ежегодно. И ежегодно они дооснащаются новым оборудованием, если что-то интересное появляется и дает какие-то новые возможности. Поэтому вот эта система, она вот таким образом работает, и она работоспособна, потому что это наши сотрудники, мы разговариваем с ними на одном языке, да, поэтому вот эта система очень эффективна. Это так же, как доп. офисы в банках, да, то есть мы делегируем им свои полномочия, какие-то определенные, то, что они могут делать на своей территории, очень квалифицированно, и они это делают. То есть многие представительства, почти все, там есть кабинетная лазерная хирургия, не надо пациентам никуда ездить, на месте это все получают. Мы начали сейчас реконструкцию там, где это нужно, разворачиваем реальные операционные залы новые. Вот, например, Нижний Тагил, три года назад мы это сделали там, мы начали хирургию и планировали там делать 300 операций в год примерно. В этом году мы сделали больше тысячи, и там перспектива еще есть существенного расширения этого направления. Я думаю, надо выходить где-то на объем около 3000 операций в Тагиле постепенно. Я думаю, что мы к этому придем. Такой же проект, он прорабатывается сейчас в городе Каменск-Уральский. Вот это то, что касается нашей области. Ну и я за пределами нашей области, например, в Тюмени. Губернатор Тюменской области пригласил нас к новому проекту, к расширению нашего филиала, с тем, чтобы мы вошли туда, в их регион, с полным спектром хирургии, включая высокотехнологичные методы. Я думаю, что этот проект в ближайшие два года тоже будет реализован, и мы двинемся дальше. Вы заключили конституционное соглашение с Минздравом России на 25 лет. Она уже действует и приносит результаты. В чем его главное преимущество для пациентов? Для пациентов главное преимущество – это стабильность работы нашего центра. Это стабильность работы, это незыблемое совершенно участие в программе госгарантии, которая прописана в этом соглашении. То есть мы являемся клиникой, которая делает, наверное, самое большое количество бесплатных глазных операций в России. То есть более 25 тысяч в год мы делаем в программе госгарантии, и это говорит о доступности этой помощи здесь на Урале, конечно, прежде всего. Вот это главное, я думаю, что получат от этого пациенты. Но мы расширим свои возможности, конечно, в рамках этого соглашения, потому что мы готовим реконструкцию у себя. То есть мы уже сделали новую внутрибольничную аптеку. Сейчас на очереди и осенью будущего года будет запущен дополнительный новый оперблок, которого не было для насослезной и офтальмопластической хирургии. То есть это все было у нас в таком зажатом состоянии, преимущественно из-за территориальной проблемы. Но осенью будущего года этот оперблок будет новый запущен, и возможности существенно расширятся, конечно. Еще одно отделение появится прямо в центре Екатеринбурга. Это тоже перспектива будущего. Да, но мы развиваемся. То есть я уже говорил вам о филиалах, о том, что они укрупняются, реконструируются и так дальше. То есть у нас очень хороший проект получился. Это глоукомная поликлиника так называемая. Мы открыли ее больше 10 лет назад. Это на арендованных помещениях второй больницы городской оно работает. Но сегодня мы понимаем, что мы выросли просто из этих площадей. Мы уже не можем дальше развиваться, потому что там 300 квадратных метров, даже меньше чуть. И некуда оборудование даже поставить дополнительное, не говоря о том, что увеличить прием. Поэтому сегодня площадка определена уже, и в центре города будет новая глазная консультативная поликлиника с диспансеризацией глоукомы по городу всей. И я думаю, что эта задача будет решена. И, конечно, к общему удовольствию наших пациентов, конечно, прежде всего. Но это не единственный проект. Я уже сказал там о том, что готовится проект и в Тюмени, и готовится проект в Каменске, в Уральском. Такой же точно проект готовится в Нижнем Тагиле. То есть там тоже площадка определена уже. И, возможно, там начнется строительство нашего нового представительства уже с большим оперблоком. С тем, чтобы закрывать потребности не только Нижнего Тагила, но и всего северного куста. Ну и в завершении, в этом году вы стали человеком эпохи в номинации здравоохранения. Для вас этот статус что-то значит? Это какая-то такая история в плюс? И клиники тоже? Ну, я думаю, что это касается, конечно, не лично меня. То есть это, безусловно, касается нашего центра. То есть бизнес-сообщество и органы власти. Ведь это не просто так выдается. Там идет реальное голосование, причем тайное. И каждый отдает свой голос. Я так понимаю, что наша клиника, наш центр в здравоохранении, он был за вот эти 25 лет, ну, очень заметным, я так думаю. И впереди еще 25, и потом еще больше. Ну, и потом еще больше, да. Поэтому то, что мы заметны, ну вот мы говорили с вами там уже о миллионной операции, больше 5 миллионов прошло пациентов через нас в центр. Ну вот, я думаю, поэтому все, конечно. Ну что ж, пожелаем здоровья нашей аудитории, ну и следить за своим здоровьем, что тоже немаловажно. Спасибо всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Спасибо вам большое. Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области и заслуженный врач России Олег Шиловских сегодня был гостем нашей студии. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok